Установлен новый срок уплата налога. Не позднее месяца следующего послеотчетного и не позднее 1 марта текущего года следующего заотчетным. Это изменение связано с несением поправок в налоговый кодекс и вступает в силу с 1 января 2020 года. Пункт 6 в части установления год. Изменение связано с тем, что уточнили тот момент, что если земельные участки предназначены для личного использования, в том числе для индивидуального жилищного строительства, но при этом используются в индивидуальной предпринимательской деятельности, то соответственно по ним не может устанавливаться пониженная ставка и применяться годы. Я не вижу здесь ухудшения положения налогоплательщиков, потому что в основном речь идет о тех земельных участках, о целом перечень, дом для проживания и так далее. У них ничего не ухудшается. А вот там, где используются эти земли для предпринимательской деятельности, ну это разные вещи. За использование земли в качестве предпринимательской деятельности они вообще ничего не платили и не платят. Но сейчас придется платить. Вот не знаю, считать ли это ухудшением их состояния. То есть они совсем не платят. Вопрос непростой. Также на депутатской комиссии по бюджету экономической политики инвестициям подвели итоги реализации предложений народных избранников за 2019 год. Из 28 миллионов бюджетных средств неистраченными остались лишь 65 тысяч рублей. Это связано с корректировками по факту оплаты выполненных работ. В целом все предложения депутатов были исполнены. Продолжение следует... Продолжение следует...